Так, всем привет! Посылочка пришла из Китая. Буклетик на английском, а также на немецком, а также на французском. Итальянском, испанском. Ладно, не повезло, будем разбираться сами. Две радиостанции. Дочь попросила розового цвета, поэтому они розовые. Кнопка меню, кнопка звонка, кнопка выбора вверх, кнопка выбора вниз. Ладно. Три пальчиковые батарейки. Ага, считать не у меня м4. И здесь 4. Внешний вид довольно-таки хороший. Кнопки нажимаются приятно. Ну, тем, что такие, в общем-то, не слабые. Ну, ребенок нажать сможет. Дочери три года. А здесь у нас гарнитура. Интересно. Наушники можно одевать. Только какой-то джек. Конкретные наушники. Ну, ладно, посмотрим. Пуш-то ток. Нажми и говори. Нажми и говори. Нажми и говори. Клипса, я так понимаю, снимается. Оттягиваем вверх. То есть, если вы ее не носите на поясе, то она, наверное, вам мешать будет. Ну, спросим у дочери. Так. Попробовать разобрать. Что-то не пойму. Европейский, что ли, стандарт. Кто знает, расскажите, что это такое. Стандарт какой-то. Кто что понимает, я ничего не понимаю. Ха-ха-ха. Микросхема, микросхема. Ну, как по мне, так очень качественно все. В общем-то. Пуш-то ток. Слышно? Давайте еще посмотрим, как антенна выглядит. Или чего уж, открутите этот. Дисплейчик, кнопочки. А, вот так вот выглядит антенна. Так. Ну, еще раз. Для тех, кому важно. Кстати, двух болтов как бы нету, да? А, это не болты. Это именно пазы такие, да. То есть, по сравнению с этими, здесь немножко по-другому. Исностранец. 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 Ну, мне, ребята, нравится. Мы с женой поговорили. Жена говорит, ой, всю жизнь мечтала в детстве о рации. Какие-то рации были раньше тоже. Но не такие красивые, конечно. Первый, первый, я второй. Второй, второй, я первый. Итак, давайте пройдемся по настройкам. Вот сейчас вы на экране видите антенку. Это как бы показывается действие сети. Еще бывает над антенной там какой-то крестик. Также вы видите вокс в левом углу. Это активация при громком голосе. То есть, допустим, можно активировать пуштоток, нажать кнопку, да? А можно ребенку дать, и ребенок просто с рацией бегает. И если вдруг он громко закричит что-то, ну, не обязательно громко скажет, то активируется рация. И последующие там, допустим, через секунду слова вы уже можете услышать. Так, также вы видите замочек. Это заблокированные кнопки, чтобы ребенок не мог изменить настройки. Ну, вообще ничего не смог лишнего сделать. Так, кнопка вверх. Это звук. Это кнопка вниз. А, даже звук не может изменить. Так, блокирующая кнопка. Это вот так. Долгое удержание передачи звука. Это кнопка передачи звука. А, разблокируют кнопки. Теперь мы можем звук уменьшить. Ну, допустим, там на одно деление оставить, да? Также вы видите значок батареи, частота и подчастота. Подчастота там немножко по-другому называется. Ну, и вот здесь мы можем менять первую частоту, там, дальше, вниз, вверх, какую хотите. Следующая идет. Вот частота. Это звук, ой, как, вокс. Значит, если мы начнем менять чувствительность вокса, либо отключен вокс, либо троечка. Я ставлю троечку для того, чтобы, ну, при не таком громком голосе уже активировалось. Дальше. Это у нас звук телефон. Звонков. Ну, короче, десять звуков. Поставим такой, да? Причем у каждой рации свой может быть. Это нональные звуки, это кнопки, либо включено, либо выключено. Меняем, как обычно, этим. Следующее. Ну, это вот как раз и есть. Давайте покажу. Если включено, выключено. Так, что-то я забыл, что это такое. Ну, давай, 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 допустим. А, выключено будет. Нет, выключаем. Посмотрим, что это такое. И все, мы вернулись. Что-то забыл я, что там. Ну, короче, еще раз. Ой, восемь, зря. Честно, не знаю, что это такое. Если кто знает, напишите в комментариях. Ну, если мы не трогаем никакие кнопки, то они, естественно, приходят в состояние рабочее. Ну, и так запомним. Блокировка долгого держания. В таком состоянии остается рация. То есть, вот эта рация, ну, мы ее подпишем, это будет рация, как бы, для дочери. А вторая рация, либо для нас, либо для, ну, второго ребенка. Если они будут вдвоем играть. Это активируется по голосу. Вторая активируется только при нажатии кнопки пуш-то ток. Теперь по поводу джека. Иногда вот такие звуки происходят, я не знаю почему. Кто знает, напишите. Так, что-то у нас с резкостью. Джек не три с половиной, а два с половиной. То есть, у меня где-то валялись наушнички, они в одно ухо вставляются. И можно вставить, и тогда уже никаких звуков рация не произносит. То есть, получается, ну, как секретная такая рация, чтобы не было слышно. Теперь пуш-то ток показывал. Это вызов мелодии. То есть, на той рации звенит мелодия. И кнопка MON. MON-кнопка – это для поиска свободной сети. Ну, не знаю, можно в автоматическом режиме долгое удержание нажать, и он там поймает какую-то частоту и будет на ней действовать. Мы выбираем вручную. То есть, первая частота, вторая подчастота. Единица. Ой, первая частота 1 и подчастота 1. А подчастота – это как бы шумоподавление, там еще какое-то, что ли, вот такое. Ну, как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!